Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марины Симоновой. Смотрите в этом выпуске. Сталец Республики скоро освободится от транзитного транспорта. Куда пойдут многотонные фуры? Расскажем. Конопля и марихуана на садовых участках, кого задержали в ходе операции МАК. УДГУ налаживает заграничные связи, почему зарубежные гости едут к нам изучать русский язык. И о том, какую икону подарила глава республики бабушкам из Буранова. За первые 10 дней всероссийской сельскохозяйственной переписи в Удмуртии обследовано уже больше 70 тысяч объектов. Сегодня о первых результатах переписи глава республики говорил на рабочей встрече с главами муниципальных образований. За 46 дней переписчикам необходимо опросить более 250 тысяч респондентов. Почти полтысячи сельскохозяйственных организаций самостоятельно заполнят переписные листы. Глава республики призвал глав городов и районов оказывать активное содействие Удмуртистату в проведении всероссийской сельскохозяйственной переписи. По итогам переписи мы должны получить самую полную текущую картину о состоянии дел в агропромышленном комплексе республики, сказал Александр Соловьев. Отметим, что предварительные итоги переписи будут подведены в следующем году, окончательные в 2018. Ижевск скоро окончательно освободится от транзитного транспорта. Западный обход вокруг Ижевска стал федеральной трассой. Это 38 километров с тремя пусковыми комплексами и двумя двухуровневыми развязками, которые до этого находились в ведении республики. В результате многотонные фуры не будут больше скапливаться на Сарапольском тракте, а не заходя в город, уйдут на федеральную трассу. От этого решения республика только выиграет, считают в региональном министерстве. У нас западный обход уже давно служит объездом города. Это на сегодняшний день с интенсивностью в 16 тысяч автомобилей в сутки. Это более правильно. Здесь будет система Платон. То есть весь транзитный транспорт, идущий из других регионов, переходит через М7 Волга, переходит на западный обход и уходит игра Дебюсы. Взамен Удмуртия должна принять от федерального центра дорогу на въезде и выезде из столицы республики до нового поста ГИБДД на их Шербодинском тракте. Это гораздо меньше, всего 12 километров. И даже учитывая этот момент, республика выигрывает и в финансовом плане. Молодые ученые Удмуртии готовы сказать новое слово в науке. По заявлению ректора ИЖГТУ, в ВУЗе разработана новая технология обработки титана. Это прекрасный заменитель более мягких материалов, которые сегодня применяются в стоматологии. Наши молодые ученые предложили несколько вариантов в области стоматологии, зубопротезирования, допустим, обработки титана. Никто не умеет обрабатывать титан сложной формы для стоматологии. Вот мы научились это делать. Аналогов новой технологии ни в России, ни в мире нет. Открытие запатентовано. Следующий этап внедрения разработки в реальную жизнь. Перспективы у технологии, по оценке Бориса Якимовича, очень серьезные. Операция МАК принесла плоды. В ходе профилактических рейдов задержаны сразу несколько человек из разных районов Удмуртии, которые на своих участках выращивали коноплю и марихуану. Причем в очень крупных масштабах. Сегодня первая часть операции подходит к концу в рейд с полицейскими. В поселке Ува отправился и Роман Вагинов. Проверяем все предстоящие участки. Например, выращивание. Произрастает у вас МАК или конопля, или нет? Нет. Не балуетесь так? Нет, нет, нет. Участок Сергея Измайлова – один из самых больших на территории поселка Ува. В ходе операции МАК ему нужно обойти весь частный сектор, проверить все огороды и пообщаться с каждым из владельцев. Не выращиваем, потому что нам его и не нужно. Если на булочке, можно купить в магазине. А коноплю тоже не пользуемся. У нас, да, улица спокойная. Что так вот, кто-то колется. Нет. В первую очередь участковый направляется к тем жильцам, которые уже были замечены в каких-то нарушениях. Бывает, в ходе рейда раскрываются и другие преступления, не связанные с наркотиками. Но в основном сегодня люди прекрасно понимают, что не стоит рисковать и шутить с законом из-за парочки кустов дурман-травы, рассказывает полицейский. Мы в Краснодаре жили. Там МАКов сколько хочешь. Вот так вот. Нет, мы тут никогда в жизни, у нас МАКов нет. В ходе профилактики с населением, конечно, все знают, что МАК у нас запрещен, и они его стараются не выращивать. И не выращивают, в принципе. Ответственность наступает как уголовная, так и административная. Первый этап операции подходит к концу. Богатый урожай конопли в этом году полицейские обнаружили в МАШГЕ, сообщил министр внутренних дел Удмуртии. Вот, например, в Сильможди у себя на территории выращивал более 900 кустов конопли. В Биберском районе задержан подобный перец, который сбывал своим друзьям, на развесинам, на рекламном выращивании, на собственном участке и так далее. Полиции еще раз напоминают, штрафы за культивирование наркотических растений достигают 300 тысяч рублей. Также такого огородника могут лишить свободы на срок до двух лет. Роман Вагинов, Андрей Бусыгин, телеканал «МАЯ Удмуртия». Фестиваль активистов-ветеранов прошел в Юкаминском районе, в деревне Тылыс. На праздник съехались пожилые люди из трех районов республики – Юкаминского, Ярского и Красногорского. Почему этот фестиваль так стал популярен на Юкаминской земле, знает Светлана Буланова. Так радушно здесь, в Тылысе, юкаминцы встречали своих гостей – соседи из Красногорского и Ярского районов. Фестиваль активистов-ветеранов сельских поселений зародился на Юкаминской земле по инициативе председателя Госсовета Удмуртии Владимира Невостроева. И такие теплые встречи стали уже традиционными. Хозяева праздника юкаминцы уверены – фестиваль очень сплачивает. Несмотря на то, что сейчас много работы – сенокоз, ягоды и огород, но видите, сколько народу собралось, и все очень рады. Такие встречи и нужны. Во-первых, это и радует, и объединяет нас этим встречам, и что-то берешь для себя, для работы, для своей ветеранской работы. Ветеранская работа – это и помощь таким же пожилым людям, как и они сами, и организации районных мероприятий, и общение с молодежью. Сельские активисты всегда полны новых идей. На фестивале они выступили с инициативой посетить передовые хозяйства республики. Идею поддержал и Владимир Невостроев. В ближайшее время для пожилых людей будут организованы экскурсии на сельские и промышленные предприятия. Ветераны в Удмуртии – это неугомонные, ответственные люди, всем сердцем любящие свою республику. И заботиться о них – важная задача, уверен спикер парламента. Ветераны, они не должны быть обделены вниманием. Хотя мы многое делаем, наверное, единственный регион в Приволжском федеральном округе, где принято такой закон, по которому мы поддерживаем сегодня ветеранов, которые родились до 1 января 46-го года. Я думаю, что важное направление. Но жизнь, она как бы движется вперед, и здесь еще надо совершенствовать законодательство в отношении наших ветеранов. Один из серьезных показателей эффективности реальных дел, связанных с заботой о ветеранах республики – увеличение продолжительности жизни. Сегодня в Удмуртии более 3000 человек, которым уже за 90. Илья Вихарев, Светлана Буланова, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». УДГУ налаживает заграничные связи. Сегодня в университете проходит 17-й международный летний курс по изучению русского языка. В рамках образовательной программы студенты со всего мира на месяц погружаются в русскоязычную среду. Почему зарубежные гости едут в Удмуртию изучать русский язык – в нашем следующем материале. Все эти студенты приехали в Ижеск с одной целью – выучить русский. Анна родом из Чехии. Знакомиться с русским языком начала пять лет назад. Азами уже овладела, но останавливаться не собирается. Русский похож на мой родной чешский язык просто. Так сначала это помогает, но потом это мешает, потому что мы всегда вот так думаем. А, это на чешском так скажешь, возможно, на русском тоже так будет. А вообще-то того нет. Ежегодные летние курсы по изучению русского языка в Удгу проходят уже в 17-й раз. За это время Ижеск посетили сотни заграничных студентов. В этом году их 22 – венгры, китайцы, французы, немцы, чехи. Студенты приехали с разным уровнем владения, поэтому в этом году у нас организованы три группы. Группа для начинающих, группа для более высокого уровня и люди, которые уже говорят по-русски практически как носители языка. Изюминкой сегодняшнего дня стала квест-игра. На улицах города молодые люди знакомились с российской и удмуртской культурой и даже пели. Оказалось, русскую народную калинку студенты знают, а вот с танцами помогли жители города. Летние языковые курсы рассчитаны на весь июль. Однако, чтобы познать все тайны русской души, месяца недостаточно, считает Малиец Амаду. Он в Ижевске уже год. В Удгу изучает механику. Мне нравится учиться в тихих и небольших городах. Я сказал моему посольству, что мне так нравится. Они меня поселят в Ижевске и сказали, что я посмотрю этот город, если мне нравится, и как-то я скажу. Ну вот я приехал сюда, и было очень удобно и приятно жить здесь. Амаду остался и уже стал своим ижевским молитвом. Во время летних курсов с удовольствием знакомит других иностранных студентов с Россией и Удмуртией. Анастасия Тутаева, Александр Широбоков, телеканал «Моя Удмуртия». Мотоциклы, кожаные куртки и православные иконы в Ижевске встречали участников необычного крестного хода. Православный мотопробег, инициатива городского объединения «Мотобратья во Христе». Крестный ход на мотоциклах стартовал от храма царственных мучеников и завершился около нового храма державной иконы Божьей Матери в Липовой роще. Так, в Удмуртии почтили память святых страстотерпцев. В этот день православные верующие вспоминают о последнем с Российском императоре и его семье, жестоко убитых в 1918 году. В крестном мотопробеге приняли участие десятки православных христиан. Колонна байкеров возглавил митрополит Ижевский и Удмуртский викторин. Сегодня мы положили начало хорошей традиции совершения крестных ходов. Да, сегодня мы совершили его на мотоцикле, на мотоциклах. Возможно, что следующий год на велосипедах, а потом и пешком пойдем. А потом, как закончится божественная литургия в царственных мучениках, так выйдем. И до вечера с остановками в каждом храме. Православных мотоциклистов приветствовали представители общественной организации «Православная молодежь Удмуртии». Они подготовили праздничные концерты и спектакль на христианскую тему. Тихвинскую икону Божьей Матери подарила глава Удмуртии бабушкам из Буранова. Святыня будет храниться в храме. Старинные иконы в новую церковь несут и сами жители села. О том, как бережно знаменитые певуньи берегут историю своей малой родины, расскажет Светлана Буланова. Храм в Бураново пока что не расписан, да и осветили его совсем недавно, 20 июня. Первый камень под святыню заложили в октябре 2011 года. Тогда возведение собора казалось нереально сложным делом, но бабушки из Бураново доказали – заветные мечты воплощаются. Оберегать и защищать знаменитых певуньи и их односельчан теперь будет Тихвинская икона Божьей Матери, подаренная Александром Соловьевым. Я вам дарю эту икону, пусть она служит. Тихвинская икона знаменита чудесными спасениями и ратными делами. Считается, что именно она спасла Москву от немцев в 1941 году, а за год до войны в Бураново был разрушен храм. К сожалению, не сохранилось ни одной фотографии той старинной церкви. Но чудом, рассказывает Ольга Николаевна Тукторева, удалось сберечь несколько икон. Старожилы сейчас их передали в новый храм. Тут правда же хорошо у нас музей? Да, хорошо. Музеем истории села руководит Алевтина Бегишева, одна из участниц фольклорного коллектива. В книге отзывов Александр Соловьев написал теплые слова благодарности за то, что бабушки так бережно хранят историю своего села. Я сегодня проехал здесь, побывал. Вы знаете, я давно уже здесь не был. И с вами не стручивался. Мы молодцы. Светлана Буланова, Юрий Зеленький, телеканал «Моя Утмурти». И на этом у меня все. Удачи и до встречи. Зимняя сказка вернулась в столицу. Несколько тысяч новых актуальных моделей из меха и кожи на выбор для ижевских модниц. В данный момент самые актуальные шубы – это, естественно, норки. Всегда женщины любили и ценили норковые шубки. Сейчас, пока не в сезон, они шубы в огромном ассортименте. Весь размерный ряд, цветовая гамма. Поперечная норка и рука в три четверти – это то, что будет модно следующей зимой. Дизайнеры следят за современными трендами и новую коллекцию на фабрике отшили совсем недавно. Это роскошные шубы изнутри, теплые и благодаря современной технологии обработки легкие. Теплые мутоновые модели, изящные меховые жилеты из норки. На пике популярности в этом году «Рекс» – австралийский шаншиловый кролик. Ассортимент огромный. Цвет нравится и длина, и капюшон. Вообще качество хорошее. Наши вообще без дураков делают. Нормальное качество. Отечественное. Сколько раз не попадал, но всегда. Летняя покупка зимнего гардероба – это еще и выгодно. Сэкономить можно до половины стоимости качественной шубы, которая будет согревать и радовать не одну зиму. Здесь же на выставке можно подобрать подходящий головной убор и демисезонную одежду на любой вкус и кошелек. Это эко-кожа. Новый такой современный материал, который по некоторым категориям превосходит даже натуральную кожу. Возможен наличный и безналичный расчет, покупка в кредит и рассрочка платежа. Выставка «Зимняя сказка» продолжит свою работу в Ледовом дворце «Ишсталь» до 24 июля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова